Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня я с вами хочу обсудить последние новости, которые касаются заявлений, сделанных в ходе 16-го саммита БРИКС, в частности диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Он впервые откровенно пообщался с британской радиовещательной корпорацией, более известной как BBC, и рассказал о том, почему Россия вторглась в Украину с территории Беларуси. Я думаю, я вас не сильно удивлю, поскольку в очередной раз Картофельный Дуча опять наврал. Кроме того, он заявил о желании нормализовать отношения с Западом. Правда, и здесь, как всегда, себе не изменил. Тем временем, Государственная Дума Российской Федерации сегодня ратифицировала ДГОР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Российские пропагандистские СМИ наперебой кинулись расхваливать северокорейских военных. Тем самым пропаганда спалила главный секрет, признав наличие армии Северной Кореи на территории Российской Федерации. Напомню, официальная позиция России все отрицать и врать. Никаких северокорейских военных якобы на территории России нет и быть не может. В Сеуле назвали солдат КНДР наемным пушечным мясом, а в Конгрессе потребовали от администрации Байдена немедленные ответные военные, подчеркиваю, военные меры в случае, если северокорейская армия все-таки войдет на территорию Украины. Об этом заявил республиканец, глава Комитета Палаты Представителей Конгресса США по разведке Майк Тернер. Неугомонный Майк. Тем временем политика сообщила о том, что против членства Украины в НАТО выступают уже семь стран. Что это за страны? Казахстан отказался помогать России. Официально об этом заявил из-за международных санкций. Это официальная позиция казахстанского МИДа, которая была озвучена. Расходы на российскую войну в Украине выросли в следующем, в 25-м, а также в 26-м, 27-м годах. В проекте бюджета на следующий год военные расходы превысят 6% ВВП. У Байдена останется 76 дней на посту президента после проведения президентских выборов для того, чтобы изменить ход войны. Об этом пишет издание Washington Post. И, наконец, зам генсекретаря НАТО немец Борис Руген заявил то, в чем заключается цель Путина относительно Украины. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Но начнем с другой новости. Новость, которая вышла сегодня с подачи министра иностранных дел Польши Родослава Сикорского. Он обратился к руководству Германии с предложением лишить украинских беженцев соответствующих социальных выплат для мотивации отправки украинцев на фронт. Он заявил о том, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы в Германии, лучше направить в Украине. Речь идет о финансовой помощи в среднем в сумме 1200 евро в месяц. Он заявил, что такие выплаты создают стимул для украинских мужчин оставаться в Германии, тогда как мужчины могли бы воевать, а женщины восстанавливать экономику. Это не первое подобное заявление. Ранее с подобными инициативами выступал также ряд других европейских политиков, в частности политиков в самой Германии. В Соединенных Штатах признали план победы президента Украины Зеленского провальным, пишет ведущее британское издание The Economist. Больше всего этот план не понравился чиновникам в Вашингтоне из-за тона, который следует интерпретировать как способ принуждения России к переговорам с Украиной на более выгодных для Киева условиях. Сам план воспринят как wish list. Список пожеланий о предоставлении большего количества вооружения и снятие ограничений на использование дальнобойных ракет. Об этом сообщают собеседники издания. Сам план, как заявил один из собеседников издания The Economist, обречен на провал. Хотя проблема заключается в том, что они не говорят об этом президенту в лицо. Тем временем российская пропаганда продолжает расхваливать направо и налево на все лады северокорейских военных, которых официально нет, конечно, на территории России. Но вот здесь пропаганда в очередной раздала в штангу. В частности, одно из ведущих российских пропагандистских изданий, московский комсомолец, В статье ВСУ в тревожном ожидании в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР расхваливает военных Северной Кореи и объясняет о том, что они не требовательны, могут мастерски маскироваться, мотивированы и прекрасно тренированы. Ну, а цель их использования уже пропаганды называются абсолютно прямо. Использовать их в качестве высокоэффективных штурмовиков, то есть для мясных штурмов. Кроме того, как пишут кремлевские пропагандисты, в армии Северной Кореи действует правило трех поколений. И меня заинтересовало, что же это за правило трех поколений. Оказывается, когда мы видим северокорейских военных вот с таким вот иконостасом, там допупа, обвешанных наградами, это не всегда иногда, да, это действительно фотошоп и мемчики, а очень часто это соответствует действительности, поскольку для северокорейцев нормально и разрешено носить награды за три поколения, а также пользоваться привилегиями, которые были добыты их предками. Но действует правило, если кто-то из северокорейцев совершит преступление или будет вести себя недостойно, будет отвечать не только он, но два его будущих поколения. И они могут оказаться в концентрационном лагере. Ну, я накануне уже рассказывал, со ссылкой на южнокорейскую разведку о том, что родственников северокорейских военных, которых перебросили в Россию, уже изолировали в концентрационных лагерях. Эту же информацию, кстати, сегодня подтвердила и далее южнокорейская разведка, которая назвала северокорейских военных наемным пушечным мясом. Фактически, руководство Южной Кореи обвинило КНДР в продаже своих солдат для участия в агрессивной войне. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён. Поэтому, если войска отправляют за границу, заявил южнокорейский министр обороны, они обычно подчиняются командной цепочке своей страны и гордого выполняют свою работу в униформе под своим флагом. Но северокорейские солдаты маскируются в российскую униформу и действуют под российским командованием без всяких оперативных полномочий. Руководство Южной Кореи уже пригрозило ответными любыми вариантами реакции. Они заявили о том, что они могут быть абсолютно любые. И Северная Корея будет наблюдать, в первую очередь, за реакцией самой России. Мы не можем сидеть сложа руки, пока в конечном счете это не станет непосредственной угрозой нашей безопасности, добавил министр обороны Южной Кореи. Тем временем, в Конгрессе США прямо призвали администрацию Байдена принять прямые военные меры в ответ на возможную отправку северокорейских военных в Россию. Об этом заявил конгрессмен, республиканец ОТО ГАЯ, глава комитета Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. Он заявил о том, что администрация Байдена Харрис должна чутко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных мер против северокорейских войск. То есть Майк Тернер требует от администрации действующего президента США прямых военных мер, то есть речь идет фактически в его письме, он говорит о том, что нанесение ударов по северокорейским военным. Он предлагает развязать руки и это возможно в том случае, как пишет Washington Post, если Байден использует оставшиеся ему 76 дней на посту президента США для того, чтобы изменить ход войны. Что же написало ведущее американское издание? Оно требует от Байдена действовать более смело после выборов, независимо от того, кто из кандидатов победит. Автор публикации Ли Хокстадер напоминает о том, что у Байдена будет еще практически 80 дней. Эти дни нужно использовать для того, чтобы дать Украине разрешение наносить удары по российской территории армейскими тактическими ракетами системы Атакам, а также не бояться ответной эскалации со стороны Российской Федерации. Пока, как пишет издание Washington Post, Вашингтон и союзники грызли ногти, пытаясь сформулировать свои действия, Кремль действовал и теперь необходимо срочно ответить на агрессию со стороны Москвы. На завершившемся 16-м саммите организации БРИКС, который, как я уже рассказывал накануне, объяснил почему, не стал дипломатическим триумфом Путина, несмотря на все попытки Кремля превратить БРИКС в антиамериканскую антинатовскую организацию и соответствующую истерию, все прошло совершенно по другому сценарию. В частности, власти Казахстана заявили о том, что они не будут помогать России обходить санкции, об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Он заявил о том, что Казахстан не вводил санкции против России и не присоединился к санкциям против России. В то же время, мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций. При этом он заявил, что позиция официальной Астаны известна и понятна, и к ней относится с пониманием как России, так и на Западе. Таким образом, Казахстан четко заявил, что будут действовать в русле тех государств, в частности Турции, которые отказались выступать в дальнейшем странами-транзитерами. Ну и правда, и здесь будут ловушки, они перевели стрелки. Официально, когда Казахстан поймали на том, что они помогали России нарушать санкционный режим, они заявили, что якобы этим занимались две казахстанские компании, которые оказались однодевками. Ну согласитесь, удобно провести товаров на сотни миллионов долларов подсанкционных в России, а потом заявить, что этим занимались компании-однодевки, и мы таким образом всю эту историю прикрываем. Впрочем, за Казахстаном сейчас пристально, крайне пристально следят на Западе. И их заявление о том, что они не будут России помогать дальше, избежать режима санкций, четкий индикатор того, что дела для казахстанского руководства пошли не по тому сценарию. Как говорится, добрые старые деньги закончились, и теперь уже помогает России безнаказанно покупать запрещенные товары. В первую очередь, электронику уже не получится. Будут придумывать что-то другое. Ну а в случае чего есть подручные другие государства. Армения тоже отпала, но есть Кыргызстан, который продолжает по-прежнему помогать, а также ряд других дружественных России государств. Ну и Китай, конечно, также не будем забывать. Тем временем, картофельный дуча Лукашенко пообщался, кроме российской пропагандистки Ольги Скобеевой, также с журналистом британской BBC Стивеном Розенбергом. Это, по сути, звезда британской журналистики, которая продолжает до сих пор оставаться в самой России и снимает при этом достаточно откровенные разоблачающие для кремлевского руководства сюжеты. Розенберг задал ему вопросы, связанные с причинами вторжения в Украину с территорией Беларуси, и что же ответил на это Лукашенко? Он заявил, естественно, о том, что он никогда не общался ни с Путиным, ни с Шойгу, ни с новым министром обороны Андреем Белоусовым относительно предоставления белорусских войск для войны в Украине. И, кроме того, он заявил о том, что в какой-то момент Путин просто перенаправил часть своих войск на Киев. Я уверен, их спровоцировали. Он мог их вывезти через Киев, а мог через Минск пойти. Однако Путин мне не звонил, заявил Лукашенко, и не спрашивал разрешения туда, куда выводить войска. Ну, как говорится, дебиловатый комментарий в стиле Лукашенко, который прекрасно понимает, как все это было, но пытается строить из себя откровенного клоуна. Дескать, я не знаю, почему Путин решил выводить с территории Беларуси и пошел на Украину. Это его решение, это же его войска завел Лукашенко. Его войска куда хочет, их туда и выводит. При этом он заявил о готовности нормализации отношений с Западом. Однако в очередной раз обвинил этот самый Запад, что он ввел санкции против всех, включая его несовершеннолетнего младшего сына Николая. Дескать, он Лукашенко готов уже на все, в том числе отпустить политических заключенных. Кстати, это первый раз, когда он официально признал их наличие. Он так и называл, да, есть политические заключенные. Что-то происходит, но это пока похоже на петляние. Это не похоже еще на готовность серьезного компромисса, готовности договариваться. Но сам индикатор того, что он уже начал петлять, уже весьма показателен. Тем временем издание «Политика» опубликовало информацию о том, что против немедленного приглашения Украины в Североатлантический Альянс выступили 7 стран. Речь идет, в первую очередь, о Соединенных Штатах, Германии, Словении, Словакии, Испании, Бельгии и Венгрии. И о том, что Соединенные Штаты и Германия делают это откровенно, как Венгрия и Словакия, а другие три, Словения, Испания и Бельгия, они пока молчат, но также будут выступать против. Эту информацию уже опровергли в офисе президента Зеленского. Однако, само по себе, опубликование этой информации, оно, безусловно, заслуживает внимания, в первую очередь, из-за того, что оно имеет, скажем так, издание «Политика» имеет свои серьезные источники. Но, правда, официально, конечно, эту информацию никто не подтвердил. А вот BBC, которая пообщалась с исполняющим обязанности замсекретаря НАТО немцем Борисом Руги, также выяснила, что НАТО по-прежнему готово, естественно, Украине предоставить план членства. Однако, когда это произойдет, он ответить отказался. Он также заявил о том, что планы Путина заключаются в том, чтобы превратить Украину в серую зону. Здесь мы также ничего нового от него, собственно говоря, не услышали. Ну и, наконец, уже финальная информация. Глава украинской военно-разведки Кирилл Буданов предупреждает о том, что в крупных городах Украины, Киев, Одесса, Днепр и других готовятся акции, митинги, провокации, направленные против военно-политического руководства страны, а также спецслужб. Людям, которые готовы участвовать в этих мероприятиях, предлагают деньги для создания картинки, как он заявил, чтобы полиализовать общество и создать напряжение внутри Украины. Кто хочет собрать такие митинги, правда, он не точнил. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, шерте, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Берегите себя, друзья. Спокойного, тихого вам вечера. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор Украинской армии Транс Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.